Какая у нас сегодня сказка. Деревья все белые, мороз сильный. Куда мы с вами идем? Мы с вами идем на УЗИ. Я сдала анализы. Анализы хорошие, мне на электронку они пришли. И сейчас иду на контрольное обследование после удаления желчного. Что хочу сказать. Я кушаю абсолютно все. Я потихоньку вводила привычные продукты и кушаю абсолютно все. Анализы хорошие. Сейчас посмотрим, что там на УЗИ. Просто некоторые писали, что никакой нормальной жизни после удаления желчного, там с толчка не слезаешь и так далее. Ничего этого у меня нет. Просто немного народу, на самом деле, найдя этот ролик про удаление желчного на YouTube, пишут уличку. Как? Я боюсь. И вот говорят, что там тот и тот. Все нормально. Я живу, как желаю. Еще и солнце, девчонки. Погода вообще. Так что схожу на УЗИ, потом вам расскажу. Две недели. Два месяца не ездила за рулем. Я сейчас посчитала вообще. Я все время на такси сюда таскалась. А тут мне муж говорит, ты долго на такси будешь кататься? У тебя машина стоит. Действительно. Но просто более-менее дороги почистили только несколько дней назад за всю зиму. Поэтому поехала. Ну, как оказалось, когда я езжу на такси возле клиники, прям места свободны, когда я, Света, приехала на машине, хрен. Но припарковалась чуть пониже, ничего, нашла себе местечко. Вроде нормально. И уже поняла, что какой-то страх начал появляться вождение, да. А я вообще водить-то люблю очень. Вожу уже сколько? 11-12 лет. Поэтому думаю, что это я? Ну, мне особо никуда не надо ездить. Декрет, да. Вот в клинику я всегда ездила на такси. Так что доехала. Ничего. Живая, все нормально, без страха. Единственное, вот припарковаться. Потому что кругом, ну, смотрите, какие сугробы. Просто человеческий рост. И гораздо выше. И только более-менее недавно вот расчистили дороги. Смотрите, в какую я маске пойду. Люблю народ веселить. Я вам в обзоре заказы показывала. Юмекс, да? Или еще не показывала. Не знаю, какое видео выйдет первым. Поржут с меня, как думаете? Я думаю, поржут. Ладно, пошла. Красотка. Еду на лифте, девчонки. Мне кажется, с меня уже поулыбались. Все отлично. Сейчас расскажу в машине. Ну все, мои красотки и красавцы. Все отлично. Анализы все отличные. Ну, я и сама могу посмотреть. Как бы я вам уже сказала, что они все хорошие. Со всех сторон мне УЗИ сделали. Посмотрели, сказали, придраться не к чему. Можно вводить потихоньку в рацион привычные продукты. Прошел месяц небольшим после операции. Почти полтора, да? Сказал, можно вводить потихоньку привычные продукты и жить привычной жизнью. У меня первый вопрос. Кофе можно? Все можно. Так что, кто боится идти, удалять камни в желчном? Я вас прошу, не ждите, чего вы боитесь. Нет, у меня была одна женщина, которая в комментариях писала, что вот никакой нормальной жизни после удаления желчного нет. Я не слезаю, грубо говоря, с унитаза. Девчонки, у меня вообще такого не было. У меня было, наверное, первые три дня. Все. Две недели я держала диету. На третью неделю я начала вводить продукты привычные. То есть уже и жареное кушать, и соленья. Ну, соленья, наверное, неделю через три, через четыре, да? Соленые помидоры, огурчики. Все. Я начала кушать абсолютно все. Единственное, что я не пила кофе. Хотя, учитывая питание, можно было бы кофе пить. Передать от него никакого бы не было. Но вот что-то я почему-то кофе не пила. Все, теперь я пью кофе по утрам. Ура, ура, аллилуйя. Вот. И на данный момент я ем абсолютно все. Я доктору сказала, что я через 2-3 недели начала вводить привычные продукты. Но он, видимо, не подумал, что я ем уже все. Вот. Так что вот так, мои хорошие. Много кто пишет просто в Инстаграм и ВКонтакте в личку. Люди, которые боятся. И алкоголь я уже пила на праздники. И пиво себе позволило и не раз уже как бы, да, с рыбой. Я очень люблю с хорошей рыбой. Как бы, ну, просто были такие вопросы, поэтому я сразу на них отвечаю. И не было у меня расстройств даже после жирной рыбы. Все, конечно, индивидуально. Это все понятно. И желательно попасть к хорошему врачу-специалисту, чтобы операция была проведена грамотно. И как ваш организм среагирует, тоже неизвестно. Но потихоньку водить продукты и наблюдать за собой, и смотреть, и все. Кто, как не мы, чувствуем свой организм лучше. Исследования, это, конечно, все здорово. Но я всегда за, скажем так, свое предчувствие, за свое чувство. Что касается вот детей. То же самое мы с вами на КТГ ходили, когда я беременная была, да. Когда мне сказали ужасно плохое КТГ. А у меня внутренняя уверенность, что у меня все отлично. Меня сразу послали на УЗИ, у меня все отлично. Оказывается, это там бобень ненормально на КТГ работает. В общем, вот. Должна быть уверенность, что у вас все будет отлично, лучше всех, замечательно. Что вы счастливы, здоровы. Эти камни вам не нужны, поверьте. Не ждите такого приступа, который был у меня. Не надо. Можно дождаться приступа и поехать экстренно. Где тебя располосуют. Но если повезет, не располосуют, да. Но экстренная операция, она гораздо страшнее, чем плановая. Неизвестных, к какому врачу вы экстренно попадете. Планового вы можете выбирать по отзывам, да. Поэтому все, мои красотки, жизнь продолжается. И она стала качественнее и лучше после операции. Да. Всех люблю. А, сейчас поехали мы с вами на Вайлберрис заедем. Я там купила краску, по-моему, девочка Елена. Лен, если я неправильно тебя назвала, он, по-моему, Елена советовала в комментариях, точнее, не советовала, а поделила своим мнением, как она красит волосы. У нее красочка, я вам покажу, я забыла название, интересное. А я к вашим советам тоже всегда прислушиваюсь. Не только вы к моим. Они у вас тоже бывают порой бесценные. Я залезла на Вайлберрис. Она сказала, на Вайлберрис заказывала. Нашла эти краски, две, причем мне понравилась сама марка краски. Во-первых, она бюджетная, во-вторых, там безумно крутая палитра холодных оттенков, пепельных и так далее, вообще на любой вкус и цвет. И она миксовала, сказала, по совету специалиста вот эти два оттенка, и получается очень круто. Я купила эти два оттенка. Я купила еще оттеночный, по-моему, бальзам. Она мне тоже посоветовала, заказала. И мы с вами будем краситься, скорее всего, послезавтра где-то так. А сейчас мы поедем, заберем на Вайлберрис, и все, я помчу к своим домой. Домашний посиделок. Сегодня мороз гулять никуда не пойдем. Мороз и солнце, день чудесный хоть, но прям очень холодно. Сейчас покажу, что за шампунь. Поинт, девчонки, шампунь. Так, это у нас что? Крем-краска для волос. Вот как она выглядит. Поинт. Сто с чем-то рублей. А где тут цвет-то написан? Вот, 8,1 первый оттенок. Так, потом. Набор вместе с окислителем тоже подсказала Елена. Они бывают, она на 10 рублей дороже, чем без окислителя. В общем, надо смотреть, там цены разные. Это у нас оттенок. Его заклеили, по-моему, девчонки. 8,61 вот он вот тут написан. И он идет с окислителем уже. Потому что краски поинт, они продаются без окислителя. Так, и вот самый дорогой, в принципе, лот. Краски обошлись все вместе. Вот это по цене, так же, как вот этот бальзам. Бальзам он у нас. Бальзам для нейтрализации желтизны. Нахвалили антиелую для профессионального применения. Вот тоже поинт. Вот так он выглядит. Их там несколько. Я посмотрела, синий полоска есть, а есть желтый полоска. Не знаю, чем они отличаются. Плюс витамин В5. Будем вместе с вами пробовать. Новинку такую. Мне, например, очень интересно. Я еще на среду на стрижку записалась. У меня же Катенька, моя любимая, которая меня стригла до моей соседки. Она знакомая. Муж ее работал раньше с моим мужем. И мы как бы к ней всей семьей ходили. Но потом вроде как удобно было к соседке ходить. И к ней не ходила. Хотя она меня стригла всегда лучше всего. Всегда лучше всего. Я тут про нее забыла. И вот я про нее вспомню. Кать, говорю, надо. Вот в среду, сегодня суббота у нас, пойду на стрижку. И тогда тоже вам покажу в этом влоге или в следующем. Не знаю, подкорректирую. Пусть она мне все-таки немножко в форму. Я хочу более рваную, чтобы она легко укладывалась. Я, конечно, от этого уходила. Я отращивала ровные волосы. Хотела ровное корено удлинение длинное. Но так как мне мастер все равно их кусками почекрыжил, деваться некуда. Нужно, чтобы было красиво. Поэтому пойду к Катюше. Будет меня исправлять ситуацию. Все. Поехала домой. Возможно, это будет важно. Я не знаю, какую роль сыграли эти пады в том, что у меня за месяц все хорошо зажило. Анализы все практически идеальные. Потому что перед операцией у меня были плохие. Что я пила? Потому что, возможно, это кому-то пригодится. Я не пила ни одно лекарство. Я пила витамин D на постоянной основе, как и пила. Я пропила гепатофорту. Вот вчера закончила. Обязательно закажу себе еще одну банку. Артикулы буду вам показывать сразу. 157,77 витамин D3. Гепатофорта. На месяц хватает как раз 157,59. Потом анзипауэр. Здесь панкреатин. Это что-то типа мизима и панкреатина. Плюс тут еще полезности всякие есть. Раз в день пила. Так, где у нас с вами артикул? О, господи. Вот 157,33. Он у меня еще есть, но я тоже потом в запас возьму. И я пила чагу натощак. Вот это все, что я пила весь этот месяц до анализов. И продолжаю пить сейчас. Где артикул чаги? Вот 157,49, да? Да, плохо передаю. Вот эти БАДы я принимала весь месяц после операции. Не могу проверить их действенность. Да, у них, скажем так, не доказанная эффективность. Потому что как можно проверить? Можно было не пить, сдать анализы, а потом пить и сдать еще раз анализы. Опять же, да? Ну, тем не менее, я вот это вот все принимала. Показать травяной сбор гастро. Я еще пила с утра вместо чая. Артикул его. Вот у меня уже вторая пачка. И пью с утра вместо чая. 156,71. Сейчас уже каждый день я не буду пить, потому что разрешили пить кофе. Ура, ура. Сейчас буду кофе в фаберлик молоть. Ну что, девчонки, приступаем к покраске. Вот цвет до при искусственном освещении. Он меня тоже, в принципе, устраивает. Он красивый, но он все равно уходит потом постепенно в желтизну. И вот девочка посоветовала именно, что он не уходит вот это вот сочетание цветов-желтизнов. Я распечатала уже краски, окислитель и бальзам. Нейтрализатор желтизна. Я, кстати, посмотрела, он фиолетовый. Мне вообще больше нравятся синие. Мне кажется, они лучше нейтрализуют желтизну. А этот он прям фиолетовый такой, яркий. Надушка у него крутая фруктовая манга почему-то мне сейчас пахнула. Здесь в каждом, в каждой коробочке у нас с вами по две краски. Как здорово! На самом деле это очень удобно. Вот такие вот тюбики. И мы с вами возьмем по одному тюбику краски. Здесь 50 миллилитров. Вообще две штуки за такие деньги. Девчонки, если сейчас краска огонь. 159-149 рублей где-то. В общем, если надо, кричите. Я вам ссылки оставлю. На Валбере заказывала. Так. И 8,1. Здесь их тоже две. И одну мы с вами берем. 8,61 и 8,1 будем мешать. Тут вот единственное, что меня напрягает. Здесь 9% окислитель. Я вот даже не знаю. Ладно, я попробую на девятке. В среду я пойду стричься все равно. Первый раз. Я посмотрю, как себя поведет этот оттенок на девятке с родным окислителем. Вообще у меня как бы есть полторашка. Истельская стоит, бутыль огромная. Я думала чуть-чуть подразбавить полторашкой. До 6 хотя бы процентов. Не знаю. Потому что девятка, седые корни. Давайте, наверное, подразбавим все-таки немножко истелью. Сейчас я его найду. Ну, быстро еще лореаль смывается с корней седых. То есть они вот при ближайшем рассмотрении все равно видны. Но это у меня уже отросли так корни. Вот видите, ну, наверное, 5 миллиметров они где-то отросли. Седые уже видно, да. И нашла из стель полторашку. Эх, буду на глаз, короче говоря, ободяжить. Сейчас немножко взяла вот такую вот мисочку. Немножко туда полторашки зафигачу. И остальное все. Здесь у нас сколько миллилитров? 100 миллилитров. Мы с вами будем делать один к одному. Ну да, как раз. Мне кажется, мне много прям будет. Но волосы в краске должны купаться, да? Потому что две краски это на 100 миллилитров. Они бы 50 миллилитров. Вот положила полторашки сколько. И остальное все выливаю. Окислитель. Краски будет очень много. Но я люблю. Тем более она такая бюджетная. Мне еще один на один раз хватит. Мне нужно будет только потом окислитель заказать отдельно. Шестерочку, если будет, у них поинтовски отдельно. Вот так получилось. Это только окислитель. Ну где-то до шестерки, я думаю, разбавила. Но семерка максимум получится на выходе. Проткнула краску. Обычная такая белая, кремовая. Выдавливаю. 861 вообще на коробке нет. Но вот если посмотрите, на Вайлдерс очень красивый оттенок. Я вам хочу сказать. Я сначала даже думала, что я сейчас лучше только 861 закажу. Но мне захотелось вот именно проверить вот этот способ и рекомендации Лены. Попробуем. На выходе, мне кажется, должно быть очень красиво. Скорее всего, он сначала тоже будет темным. Восьмерка, да? Но посмотрим. Разная краска по-разному себя ведет. Написано, что она для профессионального использования. В основном для салона используется. Ну, бюджетненько. То есть, смотрите, упаковка. 150-160 рублей. Я нашла на Вайлдерс по акции. 49, по-моему, упаковка, одна краска. А вторая промо-набор, которая с окислителем. На 10 рублей дороже, по-моему, или на 20 с окислителем промо-набор. На них акции не всегда бывают, я так поняла. Можно искать. Вот я нашла. То есть, получается, на 2 покраски 300 рублей. Ну, а окислитель еще придется купить. Ну, пусть 400 рублей на 2 покраски. Это круто. С учетом того, что на мою длину волос сейчас, в принципе, мне бы по полтюбика краски хватило. Потому что сейчас почти полная тарелка будет. Замешиваю. Буду краситься на сухой в этот раз, потому что краски много. Я в основном крашусь на мокрую, когда краски мало. И когда волосы по длине были, мне казалось, что мне не хватит, тогда я крашу на мокрые волосы. Но так как сейчас у нас с вами достаточно много краски, мы будем на сухую. У меня волосы уже грязные, мне сегодня их пора мыть по-хорошему. Корни уже жирные такие. Вот сколько получилось. Я по проборам буду наносить. Много раз видели, как я крашусь, но могу показать. Только у меня здесь нет расчески, что очень плохо. И да, в комплекте нет перчаток. Если вам нужны перчатки, то как бы они нужны. Нужно ими запасаться отдельно. Нет, никакой расчески у меня тут нет. Расческа мне, в принципе, не нужна. Я взяла вот так разделять волосы. Потому что крашенные волосы, их желательно не чесать. Разделяю по проборам. Такую длину вообще красить как бы труда не составляет. Ну, сейчас цвет у меня тоже классный. Мне прям нравится. Он такой симпатичненький. Но хочется посерей. Я все время к этому серому, не знаю, что к нему, привязалась уже года три. Потому что вроде с яркими цветами на волосах я и сама поярче. Но мне вот почему-то всегда в серый тянет. Но не люблю, когда желтизна на волосах все равно проскальзывает. Потому что желтизна на волосах, на мой взгляд, это только мое мнение, она портит любое лицо. Цвет лица сразу становится некрасивый. Если есть какие-то высыпания, изъяны, они более видны. А когда цвет волос темный, либо холодный, светлый, лицо гораздо красивее. Вот любого человека. Это, на мой взгляд, цвет волос вообще очень здорово на это все влияет. Вот так я по проборам промазываю, начиная от корней, не жалея краски. У нас ее с вами много. Захожу сюда. Краска вонючая, потому что у нас с вами 9% был окислитель. Хоть и подразбавили. Не скажу, что я задыхаюсь, как от эксперт фаберликовской. Но попахивает. Еще в среду постригусь. Сегодня у нас с вами понедельник. Влог такой на много-много дней. В среду постригусь. Буду вообще красотка. Супер. С новым цветом волос. Мне кажется, должно что-то достойно быть. Пока в тарелке краска не темнеет. Она белая так и есть. Таким образом я крашу волосы. Кончики в самую последнюю очередь. Потому что они у нас с вами всегда такие самые жженые. Расчесывать, травмировать не будем. Кто-то мне в комментариях написал из девчонок, что вообще окрашенные волосы лучше расческой по ним не проходиться. Я к вам прислушиваюсь, девчонки. Я теперь не трогаю. Окрашенные волосы расческой. Я иногда раньше могла нанести краску. Вот опять же, особенно когда ее мало. И протянуть, чтобы хватило, все равномерно окрасилось расческой. Нет, сейчас я так не делаю. Трогать их расческой нам ни к чему. Все с вами как следует промазываем. Ну и так далее. В общем, делаем всю голубу. Если в процессе будет что-то интересненькое, буду вам показывать. Ну, если я имею в виду почернею, позеленею и так далее. А так, таким образом все. Я потом делаю в следующую сторону. Красотка. Следующую сторону таким же образом делаю. И потом уже сзади. Вот так тоже по проворам разделяю, промазываю на ощупь. Все нормально. Остались кончики. Мы не хиппи, мы не панки, мы девчонки. Атаманки. Краска жжет. Голову жжет. Ой, окислитель еще остался. Представляете, не весь долила. То есть, почему-то мне жжет голову. Давно мне краска голову не жгла. И я уже вижу на волосах, почему-то камера вам не передает, а я вижу сиреневый оттенок в зеркало. Очень-очень красивый. Я такие люблю. Надеюсь, цвет меня не разочарует. Волосы в краске купаются. Вот этого объема прям хватило слегкой. Сейчас мы с вами подотремся немножечко. И голову жжет. Сиреневый оттенок я пока вижу на волосах. Холодный такой сиреневый оттенок. Сиренево-пепельный оттенок. Очень красивый. Посмотрим, что будет дальше. Буду полчаса засекаем. Время не засекло. Полчасика засекаем. И через полчаса будем смываться с вами. Прям вот живот печет голову. Ядреная. Сейчас посмотрим, как на девятке получится. Потом поищу, полазю. Просто на девятке пепел будет немножко более стойким, что ли. Скажем так, возьмется лучше. Если бы я сейчас делала на тройке, у меня был бы легкий оттенок, который смылся бы быстро на волосах. То есть я покрасилась бы, был бы цвет, да, все. Но он бы быстро смылся, был бы легкий оттенок. А сейчас, если на девятке хорошо окрасится, возможно, потом нам больше не придется так жечь волосы. Мы будем с вами их на полторашки тонировать этой краской. Как бы все возможно. Посмотрим. Так, ну все. Хожу полчаса, потом вам покажу, что получилось. Пока красиво. Пять минут до смывки краски. Вот как при естественном освещении она выглядит. Красиво мне нравится. Посмотрим, что выйдет. Все, смываюсь. Сорок минут даже выдержала. Вот такая я пока красотка. Буду смываться. И потом вот этот бальзамчик тоже применю. Господи, излилась вся, как всегда. Я шампунем даже помыла волосы. Краски с волос сходила немного. И потом вот этим вот бальзамчиком. Не пойму пока что по цвету, но волосы буду сушить естественным путем. Посмотрим тогда. По корням пока даже не пойму. Ну, красивенько вроде. В общем, будем смотреть. Сейчас подсохнут. На мокрых волосах пока мне нравится. Не скажу, что прям какой-то пепел. Вот, вот так вот. Но цвет интересный. Буду смотреть, что будет дальше. 8-1 он всегда, когда мы красимся темноватой вначале. Да, я какую краску бы не брала. А потом он уже становится посветлее спустя 2-3 помыльки. Вот такой вот интересный цвет. Слушай, ну, зелень, вот которая у меня присутствовала до этого на волосах местами. Да, где они были, кончики сильно осветленные. И потом, когда на осветленное кладешь пепел, часто бывает зелень. Вроде ушла. Вот интересный цвет. Будем смотреть, когда высохнут. Ну вот, девчонки, уже снимаю при искусственном освещении, потому что естественного уже нет, стемнело. Обалденный отлив. Вот обалденный. На мокрых было не видно, а когда они высохли, такой вот сиреневый. Я не знаю, но он холодный, он очень красивый, он очень благородный. Вообще здоровский, здоровский отлив. Цвет обалденный. Слушайте, мне очень понравилось. Ну и сказать, что краска прям пожгла волосы, не могу сказать. Вроде нормально. Да, подсушила, но не пожгла. Все отлично. Вот смотрите, девчонки, вот такой вот цвет. Интересный, правда? Мне тоже очень нравится. Это благодаря 8,61 или 62, я вам говорила, быстро уже забыла сама. Однозначно. Мне кажется, есть смысл покраситься потом 8,61. Прям полностью. Но мне этот очень нравится, прям здорово. Прям здорово, седина закрашена. Будем смотреть с вами, сколько держится на волосах этот отлив. Будет уходить, желтизну не будет. Вот. И буду, конечно, с вами делиться потом отзывами. Но на этом влог буду заканчивать. Кому было полезно, интересно, обязательно ставьте лайк. Всех не будет. Целую. Всем пока-пока. Стрижка уже будет в следующем влоге.